Ну что, всем привет! Мы переходим ко второй части нашего разговора о минусах в Америке. Значит, в первой части мы обсудили, в принципе, то, что здесь реально американские цены. Надо понимать, что здесь будет дорого, надо выбирать, куда вы идти и рассчитывать вашу сумму денег. И о том, что в Америке вас тоже могут, условно говоря, кинуть, но это кинуть будет законно. Просто надо знать, где, что и за сколько продают, покупают. Какие-то особенности мясного рынка. Я бы сказал вот что. На самом деле, очень важно, когда ты едешь в страну новую, в частности, США, очень здорово, если рядом есть люди, которые тебя недельку-другую водят, а тобой занимаются. Я хочу сказать, что когда мы приехали, была оживающая сестра Светланы, моей супруги. И вот она уже тут жила, наверное, года полтора-два, но она была на инвалидности. Она и в СССР была на инвалидности, и здесь ей дали тоже инвалидность. И они жили, я не хочу сказать запредельно, но вот на грани, на грани бедности. Это значит, что у них была машина. На грани американской бедности, давайте уточним. У них был автомобиль, ну такой драненький, у них была квартира нормальная, но в этот момент они переезжали в субсидированную и так далее. Я просто к чему рассказываю, что они знали все сейлы, они знали, где чего купить, они знали, куда пойти. Я вам просто пример приведу. Вот сестра жены отвела нас в организацию, которая называлась Catholic Charities, да, то есть католическая благотворительность. И мы не были их клиентами, мы шли по линии джуйки, которая такая же точно благотворительная организация. Но в Catholic Charities мы там заполнили формочку и нам выдавали в течение полугода. Мы получали месячные проездные. Месячные проездные в Сан-Франциско в те годы стоили 32 доллара. Очень много. 64 доллара, вы даже себе представить не можете, что это были за деньги. Понимаете? Но человек знал. И вот, собственно, и все. Там дальше, например, вот магазин, он назывался Калафуд. Они и сейчас есть. Кала, колор, как бы, Калафуд. Их там в хорошем смысле. И там, значит, было такое. Вы возили такие тележки в несколько этажей, в несколько уровней, с пакетиками, целлофанами. А в пакетиках были фрукты или овощи. Вот так, пакетиками, которые надо было съесть быстро. Потому что они явно там, как бы, нет, нет, они не были порчены. Но они были на грани. Они были на грани. Переспелые. Ну, как бы уже подходило. Уже понятно, что или ты сейчас его скинешь, или завтра, может, он уже портится начнет. Вот. И вот вывозили этот трек. А тогда было много таких бедных, там, неработающих, вот как мы. Приехали и... Ну, мы знали, то есть нам сказали, что есть такое место. И вот мы туда шли, и вот когда тележка выкатывается, там ходила по магазину пяток русских, там, которые тоже ждали этот трек. И когда его выкатывали, мы там подходили, там что-то набирали. И то, что там было на этом рынке, стоило 50 центов. 50 центов. А так бы оно стоило, может быть, 2 доллара. Раз в месяц. Раз в месяц. Была неделя. Когда, например, рыба, салмон, как по-русски сказать? Лосось. Лосось. Вот такие чушки, значит, лосося. Были... Так они были 2,99. Ну, грубо говоря, 3 доллара. А так они были неделю. Они были по 99 центов. В 3 раза дешевле, значит, ты набираешь, кладешь в морозилку. И все ешь. И поэтому вопрос, это кидалово? Нет, это не кидалово. Но если ты знаешь, что ты можешь купить за 99, ты купишь за 99. Если ты не знаешь, тебя никто не кинул. Это трудности вамерить. Трудность состоит в том, что должен выживать. И должен знать, ну, если ты не пошел сразу работать, там, и так далее. Ты должен знать, как адаптироваться в новой среде. Да, и я в свое время тоже работал социальным работником здесь. И есть люди, которые живут на субсидируемом жиле. Да, конечно. И ты можешь быть квалифай, допустим. Были люди, которые подходят под все статьи, чтобы получить это жилье. Но они платят за рент, снимают достаточно дайвое жилье. И не живут в субсидируемом жиле, потому что они не знают, они не подали заявку. Есть очень много людей, которые могли бы что-то получить, но не в курсе. Не в курсе, никто им не сказал. Они, чтобы узнать, должны пойти к социальным работникам. Это не рекламируется. Это не рекламируется, конечно. Поэтому всем, у кого какие-то трудности, я советую, ну, наверное, в первую очередь, начинать с соццентров. Они так и называются community centers. Куда прийти, просто поговорить, набрать всяких флайеров, позвонить. Я бы сказал, что прежде чем это произойдет, все-таки правильно, когда вы куда-то едете, на форумах с людьми знакомиться. Ведь мы же не живем, вот как мы когда-то приезжали в 90-м году. Сейчас же форумы есть, вот там говорим про ИС. Ты туда и идешь. Там есть люди, которые живут прямо там, куда ты собираешься ехать. Ты не знаешь, куда ехать. Ты говоришь, мужики, там, вот ищем, куда поехать. Там, какие советы. Или читаете, там же спрашивают. Ну, потратьте время, потратьте мозги напрягите. И скажите себе, я еду вот туда. И вас уже там встретят, и вас уже там поселят. И уже полно энтузиастов, которые этим занимаются. И группы на фейсбуке есть, которые там, русский Сан-Франциско, или там, русская Калифорния. Это другое, это местное. Ну, русские, которые здесь живут. Которые здесь живут. В одноклассниках гигантские группы. Ну, с ними знакомятся тоже, общаться тоже самое. Да. Но все-таки там уже люди, которые здесь живут. Например, если вы хотите приехать и быть нянечкой, вы можете в группе, там, русский Сан-Франциско, на русской МБРе, вы можете сказать, ребята, я приезжаю, у меня есть грин-карта. Или вы можете сказать, я приезжаю, но у меня нет грин-карта. И вот я бы хотел быть нянечкой, у меня педагогическое образование, я четыре года работал в начальной школе, у меня двое слоев детей. Договориться. Неважно, да, но есть люди, которые не пользуются компьютером. Понимаешь? У них проблемы или что? Вы их кинули? Кто их кинул? Просто они отстают немножко от времени. То есть они не пользуются теми возможностями, которые есть. И не то, что у них кто-то отнял. Понимаешь? Угу. Да. Так что, вторая тема, на которую мы хотели перейти. Да. Жалуются вся здесь на медицину. Ну, я бы так сказал, первое. Что? Здравоохранение. У бедного человека нет проблем медицины. Потому что бедный человек, если он легальный, он застрахован... Медикей. Ну, это называют... По стране это называется медикейд. Медикейд это для пожилых. Медикейд. А в Калифорнии это называется медикал. Это страховка для бедных. Вы приезжаете и говорите, денег нет, заработка нет. А вот я есть, дети есть. Вы идете туда, вам выдают это... Это примерно то же самое, как стать на Велфер, да? Но если вы деньги получаете, то вы нарушаете правила гринкарт-лотереи. Это те обязательства, которые вы брали. Если вы медицину получаете, вы ничего не нарушаете. На эту тему много написано. На эту тему у нас есть видео. Вот у меня на канале есть видео и в это, который, можно сказать, наш общий, да, такой товарищ. И в это изучала вопрос, она делала вебинар мощнейший, там на целый час она рассказывает, как получить эту медицину, если у тебя нет ничего и так далее. Поэтому незащищенные в медицинском отношении люди, это не те, у которых ничего нет. Незащищенные это те, кто работает, но получает мало. То есть на нормальную страховку у них денег нет. Вот Обама Кирк как бы им там подешевле что-то такое пытается сучить, но сучить. Вот у них проблема. Если они еще не работают в таком месте, где им эмплойер дают страховку. Мне вообще кажется, что как бы как ни удивительно, средний класс в Америке самый незащищенный, социальный класс. Хотя это и самый богатый, ну как бы для страны, приносящий самый большой доход класс. Какой-то такой парадокс получается. Потому что богатый, он всегда богатый, ему социально защищаться незачем. Бедный их здесь пытается защищать на уровне государства. А вот среднестатический человек, он как бы много вкалывает и за все платит сам. Ведь я бы сказал, что американские богатые платят гораздо больше таксов, налогов, чем, скажем, европейские богатые. Но в Европе очень сильно обложен средний класс. В Америке средний класс недообложен налогами по сравнению с европейским. То есть, мы можем сказать, да, средний класс платит и значительную часть платит. Но если мы посмотрим, что средний класс платит в Канаде или в Европе, выясняется, что наш средний класс недоплачивает. Ну, как бы да. Но когда все сводится к медицине именно, то средний класс страдает больше всего. Потому что поленись вы купить страховку, пойдете вы в госпиталь, там, я не знаю, руку поломать, допустим. Вы заплатите 15 тысяч, как минимум, может быть, больше, за все, за скорую, за все остальное. Ну, получается такая вещь. Если у тебя денег нет, тебя лечат бесплатно. Если у тебя деньги есть, тебе говорят, ну, ты же не купил страховку, правильно? Ты же сэкономил. Ну, так это же твое решение, это твое сознательное решение. Ты, может быть, когда прыгал с третьего этажа, ты думал, что все обойдется. Но это же ты прыгал, тебя же никто не выталкивал оттуда. И ты, как бы, твоя мысль была в том, что с кем угодно может случиться, но не с тобой. Да ты бы из пятого, может быть, прыгнул. Поэтому люди так планируют, особенно молодежь, понимаете, они вообще к врачам не ходят. А зато они идут там в горы и давай там на лыжах, значит. А потом сломают кто-нибудь. А потом сломают. А у него еще на автомобиль страховки нет. Потому что, а что он, понимаешь, он сам, у него нет семьи, у него нет детей, он ни за кого не отвечает. Он живет, как птичка божия. Ну да, он весь как бы кэш ложит в карман, все деньги в карман. А вы поговорите с ними, и они вам скажут, что если что-то случится, он придет в госпиталь. И скажет, я по-английски не говорю, границу перешел нелегально. Зовут меня Санчо Гонзалес. Сошел секьюрити у меня нет, ничего у меня нет. По закону ему сделают именно все сервисы. Ему абсолютно все сделают, он и идет. То есть, человеку выписать билл можно на 15 тысяч за переломанную руку. Можно только если он придет со своими документами. Скажет, вот мои документы, вот здесь у меня деньги лежат, вот тут с меня можно получить, значит, там. И так далее. Ну, конечно. То есть, полно народу, который его так читит тоже. И система это съедает. Система довольно гибкая. То есть, то же самое происходит, когда беременная женщина без документов звонит в emergency, ее в emergency забирает, везут ее, она рожает, ребенок получает документы, а потом, ну, что? У меня родственница, жена двоюродного брата моего, работает в каунти-госпитале, в каунти-госпитале, то есть, там вообще, как бы, такой, сказать, почти бесплатный, как раз вот в родильном отделении. И она говорит, что девичек из десяти, которые через них проходят, потому что те, у кого страховка есть, туда не идут, это нелегальные мексиканцы. Они не только там рожают по emergency, они там проходят весь цикл обслуживания. Они там приходят, им еще с собой лекарства дают. А у меня спрашивали, полный цикл, наши русские, правильно сказать, русскоговорящие нелегалы, говорят, вот мы хотим рожать, знаем про emergency, а вот какие-то анализы сдать до, УЗИ, говорят, много денег стоит. Как бы нам вот так, чтобы УЗИ тоже бесплатно войти? Это как-то, я не знаю, они звонят, говорят, emergency и УЗИ сделать на скорую, или что? Как они там весь спектр услуг проходят? Понимаешь, как тут есть другая тонкость, значит, когда приезжают нелегальные, или там, может быть, они как-то по турвизе, именно с целью родить, да еще и на халяву, и они еще видео об этом снимают, еще как это сделать на халяву, и еще чего-то. И еще, мне, честно говоря, это неприятно очень, я к воровству плохо отношусь. Это воровство, откровенное воровство, понимаешь? Поэтому я даже не хочу об этом. Ну, просто я... Недостаток Америки, понимаешь, там УЗИ, за УЗИ надо заплатить. Да. УЗИ. Две тысячи какие-то. Две тысячи, да. А пусть бы дома сделал. Ну, неприятно. Другой момент тоже, это можно отнести один из минусов, наверное, Америки. Все-таки система обладает каким-то, может быть, расовым фактором, система поблажек, потому что знакомая моя, когда сломала руку, она не смогла получить никакого медицинского бесплатного сервиса, то есть Билл пошел, там это как-то... То есть ей сначала обслужили, но дали Билл. Да, все раскручивалось, но в то же время там на ресепшене была мексиканка, которая, как бы, ну, дала ясно понять, поскольку она не мексиканка, поэтому ей там какие-то льготы не положены. Я думаю, история такая. Ей сказали, у тебя бабки есть, ты и плати. Была бы ты мексиканкой, допустим, нищей, у которой 8 детей, там понятно, а ты-то чего не будешь платить? Вот, собственно, и все. Ну, да. У них основной клиент, которому прощают, списывают, не потому что прощают, за мексиканку. Но это же за налоги делается все, поэтому я считаю, что это огромный минус системы. Ну, послушай, 11 миллионов нелегалов, значит, у них же дети, они ходят в школы, это каких чудовищных денег стоит. Они все обслуживаются медицински. Люди уезжают из тех мест, где вот много нелегальных эмигрантов, потому что они фактически на свои деньги... Ну, так я про что и говорю. Люди, живущие в Чикаго, не оплачивают медицину из школы в Аризоне. Понимаешь? Там бюджет штата. Это бюджет, вот там, каунти, штата, там, и так далее. Поэтому очень удобно, знаешь? Ты берешь там дешевые овощи, а при этом вот там целые районы, они вымирают фактически, люди уезжают оттуда. Это же невозможно жить. Поэтому... Это, наверное, второй минус медицина, да, есть какие-то свои тонкости, а третий минус это то, что на ваши налоги вы будете содержать нелегалов, по сути. Ну, нелегалы, это такая мелочь, это такая капля того, что содержится на наши налоги. Больше того, вэлфер, это такая капля, и футстемпы, это такая мелочь относительно того, что содержится на наши налоги, по сравнению с тем, что, например, там, я не знаю. На войны тратится. Ну, не войны, но вот Department of Defense, да, то есть вот вся оборонка в целом, это же там пару триллионов. Причем, что интересно, половина бюджета, вот думаю, сколько можно сократить из оборотки, половина бюджета, это выплаты ветеранам. Понимаешь, вот мы можем армию просто распустить, и у нас будет там за триллион в год расходов на тех, кто там уже раньше служил. Понимаешь, поэтому, ну, да, войны, если бы только войны, значит, там, как бы вся эта оснастка, которая даже... Содержание профессиональной армии дорого. Ну, у нас армия мощная, дорогая, у нас медицина очень дорогая, медицина у нас не дешевле армии, поэтому, получается, такая штука, половина населения страны застрахованы государством, значит, государством застрахованы пенсионеры, это медикер, так, это государственная софта. Которая там, да, значит, половина, бедные застрахованы государством, и государственные служащие, и их семьи. То есть, мы имеем половину населения застрахованным медицинским государством. Медицина, стоимость медицины удваивается каждые 6-7 лет. Когда Клинтон реформу эту провалил 20 с лишним лет назад, хотя у него все было на руках, чтобы это сделать, мы платили 250 миллиардов, страна платила 250 миллиардов за медицину. Сегодня мы 2,5 триллиона, в 10 раз больше, так? При ненамного выросшем населении, и тогда мы в 10 раз больше платим, но что происходит? Половина этих денег, это же бюджет, понимаешь? То есть, получается, такая штука, что мы из бюджета, вот все наши налоги, и идут на то, чтобы там триллион заплатить за медицину, которая, вдруг это возникло, вот за 20 лет расход, которого не было. Ну вот он растет, и получается такая штука, что бюджет и так не сбалансированный, а еще каждый год вот это вот и... И Медикер, Медикер, Обамакер, я извиняюсь, Обамакер, это какая-то слабая попытка, не очень удачная, ограничить расход педицинский, потому что они не могут, у них нет денег каждые 7 лет удваивать. Вот сегодня триллион, а через 7 лет 2. А где взять? Понимаешь, поэтому... Ну будет какой-то коллапс, наверное, системы, перестройка и реформирование. Коллапс нам не помешает. Коллапс это оздоравливающая какая-то, вот, какая-то оздоравливающая штука. Вот, знаешь, что я скажу? Вот идут ураганы, да? Вот идет ураган, и говорят, боже, ураган! В чем проблема урагана? Что ты живешь в таком месте, где ураган? Если мы посмотрим на планету нашу, допустим, забыли, что там люди живут. Есть планета, ей иногда нужно умыться, там как-то в себя прийти, там что-то такое, понимаешь, почиститься, как-то вот разрядить, какой-то напряженности, да? Ураган это хорошо, ураган это необходимый элемент системы. А то, что ты живешь там, где ураган, это уже как бы ты не можешь на это повлиять, ты говоришь, но эта система это принимает. То же самое в экономике, понимаешь? Иногда ураган очень к месту, потому что он ставит на... Ведь ураган это фактически кризисная мера против какого-то экстрима, который развивается до точки урагана. Ну, то есть, в принципе, если в Америке будет дефолт, то это закономерность абсолютная, как бы к этому... Если в Америке будет дефолт, то весь мир рухнет. Весь мир рухнет. Мы еще не так пострадаем, как весь остальной мир. Потому что на Америке висит столько всего, просто рухнет все, понимаешь? Рухнет банковская система мира, рухнет страхование в мире, рухнет производство, рухнет финансирование. С банками умрет производство, потому что производство не может работать без банков. Это будет просто... Я не знаю даже что. Это представить себе, что рухнуло вот что-то здесь, это вообще каранты полные. Поэтому те, которые там, знаешь, по недоумию, они там все ждут, там, когда это... Госдолк как раз не проблема. То есть, он в процентном отношении более-менее сохраняется. И все-таки у нас растет же оборот, экономика растет, оно там в пределах где-то держится. И это как раз не так страшно. ВВП. Да, но вот это накопление, понимаешь? И у них нет ответа на вопрос где-нибудь где. Ты же не можешь себя увеличивать, увеличивать, увеличивать дефицит. Ну, надо же где-то его это тоже. Это, конечно, интересная проблема. Как она решится, интересно. Но вот сейчас нефть подешевела, понимаешь? Большое дело. Доллар выросал. Делать в этом... И найм стал лучше. То есть, стало больше денег в бизнесе оставаться. Стало больше денег в стране, я знал. Европа немножко вздохнула, Америка вздохнула. Весь мир вздохнул. Понимаешь? Они на наши бабки, вот они... Нефть нам продают и еще к нам террористов засылают на это же бабло. Понимаешь? Поэтому наша зависимость от них падает. Это тоже очень важно. Понимаешь? Мы же как ландскнефты какие-то наемные. Понимаешь? Там ходим, там... У них проблемы с Ираком, значит, мы идем с Ираком разбираться. У них проблемы с Ираном, значит, мы идем с Ираном разбираться. Уже хватит. Ну, слава богу, сейчас такое время наступает, что мы уже независимы от их нефти. Так что... Ну что, Михаил, давайте, может, заканчивать. Пускай люди... Обязательно, если вам понравилось видео, ставьте лайк. Делитесь им. И пишите в комментарии какие-то свои вопросы. Так мы о чем видео-то были снимали? Ну, как о чем? О проблемах, которые есть в Америке, в принципе, недостатки. Правильно? В США. Ну, и как бы для приезжих вообще. Ну, то есть, получилось мало, но время у нас сегодня ограничено. И пускай люди в комментарии пишут, а мы потом еще позовем. Давай давай про недостатки вот что скажем. Так много всего пишут на эту тему, что я уже даже не знаю чего. Я устал отвечать на вопросы безумные. Понимаешь? Про вулканы, про крах доллара, про секвестер, про хрен знает чего. Уже столько там... Только недостатки, недостатки, недостатки. Сидите дома. Я... Отключи телевизор, не будет недостатка. Поэтому... Да, конечно, есть недостатки. Но по сравнению с чем? Понимаешь? Я даже, вот, я понимаю, человек живет в Швейцарии и думает, вот сейчас я перееду в Шотландию. Какие у меня проблемы будут в Шотландии? Налоги тогда больше или что-то еще? Я не знаю, но... Знаешь, я вот скажу, были проблемы у людей, когда крепостное право отменили. Это был коллапс невероятный, потому что люди жили в некоторой системе. У них был помещик. Помещик заботился о них. Потому что... В стройском жизни. Каждый крестьянин, на самом деле, он денег стоил, чудовищных. Душу вот эту вот продать там... Он заботился, он не мог допустить, чтобы крестьяне умерли от голода. Или замерзли от холода и стали бы инвалидами, недороспособными. То есть у них был кто-то, кто ими занимался. Крепостному нужен помещик. И вдруг раз нету, и земли нету, да? И что делать? Выпустили на волю, говорит, земли. Вот они в город пошли. Они еще... Это трагедия была чудовищная. Понимаешь? Вот сейчас мы... Вот там, наконец-то... Понимаешь? Избавимся от крепостного. Наконец-то вот, допустим, там... Князь Владимир крестил Русь. Понимаешь? Во, классно, да? 200 лет. С кровью. С мордобоем. Вот так. Понимаешь? Да. Страну, у которой была своя там вера. Целый мир был и так далее. Вот так вот. А сегодня говорят, как хорошо, что так произошло. Понимаешь? Поэтому... Точно все надо время. Я почему говорю? Что всякая пере... Стройка, переход из одного состояния в другое, из одной формации в другую. Даже если ты, господи, вот... Представь себе, человек переезжает из, я знаю, из Якутии в Москву. Ему чего? Ему там хорошо будет? Он не должен подстроить. Какие недостатки в Москве, у Якута? Не знаю. Бьют на улицах. Не знаю. Не знаю. А может, они сами кого-то бьют? Я не знаю. Я просто что хочу сказать, что даже внутри одной страны... Я уже не говорю, там, если он из... Я не знаю там откуда. Из другой страны хочет приехать. Какие у него проблемы? Может, у него совершенно работы нет. Но... Вот таджик, что скажет о Москве? У меня есть видео, вот мужик рассказывает. Там женщина письмо писала, как ей плохо в Москве. И тут на тебе, понимаешь? И они еще на одном языке говорят. Они хотя бы говорят по-русски как-то. И у них нет проблем с работой. Их сразу берут на какую-то работу. А дальше, вот, я не знаю. Поэтому я не думаю, что переезд из любой страны, там, бывшего СССР в Соединенные Штаты, если мы говорим о проблемах, это какая-то такая проблема, что лучше бы ему дома сидеть. Есть люди, которые вообще лучше дома сидеть, это отдельный разговор. Не то, что мы там кого-то пытаемся стимулировать там к эмиграции, не дай бог. Не дай бог. Вот. Но если уже человек хочет, и у него вопросы, он их задает, да? Я не знаю. Ну, да. И самое главное, ответы на очень многие вопросы уже есть. Все вопросы отвечают. На говоримый про вес. Бадарик, все вот. Да, ничего страшного. Вторая часть у вас. Да. В общем, я что хочу сказать, что... Идите на говорим про вес. Дорогу, Василий, ты души. Да, да, да. Да, да, да. Слушай, сейчас на ютюбе столько народу. Я вот смотрю, сейчас очень много новых, новых блогеров. Там по 500 подписчиков, по 1000, по 2, но их я уже вот штук 5 видел. Каких 5? Там десятками. Есть очень симпатичные ребята. Я, к сожалению, не могу смотреть вот так, чтобы там смотреть. Но я вижу, что они есть. Они выскакивают тут и там. И из самых разных городов, разное образование, разный уровень доходов. Они свеженькие. Они про недостатки расскажут лучше, чем мы. В своем субъективном изложении. Я могу искать остатки нашего времени, но их сейчас нет. Сейчас другие. Я сразу всем таким ребятам хочу сказать. Я когда вижу себя на канале таких блогеров новых, которые отписываются у меня в комментариях, я это очень приветствую. Я захожу к ним на канал, тоже что-нибудь напишу, поставлю лайк. Я не знаю, я почему-то считаю, что это в интересах всех. Абсолютно. Чтобы этой информацией делились. И я только буду рад помочь, ну, как бы, развитию. Ну, все, ребята, большое вам спасибо. Ссылочки все в описании. Смотрите, подписывайтесь, ставим лайк, делимся. С вами был Хвастович Александр. И Михаил Порт, снова ухо. Пока. Тестувальник.